Приветствую всех собравшихся. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за то, что вы в вашем таком плотном графике. Мы знаем, что вы сейчас были на встрече, что вы выделили для нас время. Огромное вам спасибо. Меня зовут Ренат. Я буду вам сегодня помогать, модерировать немножко встречу. Если вы позволите, я немножко вас представил. И если вы позволите, я расскажу немножко, познакомлю вас с аудиторией, буквально 2 минутки, кто здесь. То есть у нас проводится сейчас мужской марафон, на котором участвует порядка 600 мужчин. Активные где-то 400-450 человек. Регулярно на встречу приходит 100-150 человек. И сегодня у нас завершающая лекция. И на первой встрече мы говорили об аскезах, о важности аскезах в жизни мужчины. На второй встрече мы говорили о том, что не в день, но в счастье, что-то будет хардно, на чем должен концентрироваться мужчина. Марина Забшарифовна нам открывала тему роли мужчины в семье и в социуме. А вчера мы говорили о мужской дружбе и о том, для чего объединяются мужчины. И вот сегодня у нас встреча, которая называется «Главный источник силы». И мы очень просим вас поделиться вашим опытом, который вдохновляет огромное количество людей менять жизнь. И у нас в наших проектах из этих мужчин не училось в проектах 65% практически. То есть это больше 300 человек не обучались в институте и в наших социальных проектах. Некоторые знакомы с Багалакитой, некоторые впервые о ней слышат, кто-то духовно практикует, люди разной традиции. У нас мужчины из 23 стран мира, из различных стран. И есть даже у нас один мужчина-маркет, он из Чехии. Он вообще не разговаривает по-русски. И он все пользуется через перевозчика. То есть переводит все наши сообщения и также переводит сообщения, которые пишут для нас. Вот. И я не буду задерживать вам это слово передо мной. Спасибо. Итак, о чем мы говорим сегодня еще раз? Мы сегодня говорим о главном источнике силы. Главный источник силы для мужчин. Главный источник силы для человека. Для человека. Ну, мы выделяем слово мужчина, потому что мужчина по определению – это лидер, ведущий в обществе. Женщина ведомая, мужчина ведущий. Поэтому знания в древнем мире, в лидическом, передавались мужчинам, а уже от мужчин приходили к женщинам, естественным образом, в семье. Потому что мужчина – лидер. Ну, сегодня картина может быть отличаться от древнего мира. Женщина тоже сегодня может лидировать, как мы видим. Но все-таки есть разница. Мужчина более предназначен по своей природе для вот этого места лидера. Что более свободен от каких-то материальных концепций. Женщина больше привязана к семье, к мужу. Она склонна именно служить, следовать, идти за мужем, идти за лидером. И поэтому, конечно же, к мужчинам обращаются вот все вот эти самые возвышенные знания, прежде всего к мужчинам обращаются. Сила. В чем же эта сила мужская? Почему именно мужчина лидирует? Его разум. Его свободный разум. Мужчина стремится к свободе. К освобождению, так скажем. К освобождению от проблем, от страданий. Он ищет различные способы, пути, принимает решение, как освободиться от страданий, от проблем. Таким образом появляются лидеры в обществе, которые ищут причины страданий, проблем, их решения. Партии, государства, формации, общества, организации объединенных наций, там прочее, прочее, прочее. Это все мужская энергия действует. И ищет источник, причину, проблем в обществе, и как их, как искоренить эти проблемы. И этот разум, он действительно очень могущественная вещь, но нужно изучить. Если мы хотим понять, что такое сила, мы должны обратиться к природе. Сила — это природа, природа человека, окружающая природа. Природа может творить, природа может поддерживать, и она может разрушать. Она обладает сверхъестественными силами, природа. Это называется адхи-дайва на санскрите. Адхи-дайва означает, дайва божественная, природа. Адхи означает зависимость. То есть мы зависимы от сил природы. Холодно — мы испытываем холод. Жарко — мы испытываем жару от солнца. Возможно, катаклизмы. Где-то вулканы сейчас взрываются, где-то землетрясение прошло. Это все стихии природы, которые могут разрушать, могут поддерживать существование, дают нам жизнь также. И могут разрушать, созидать, поддерживать, разрушать. Три функции. И мы зависим от этих сил природы. Но не забывайте, пожалуйста, что человек — это тоже одна из стихий природы. Человечество или живые существа, воплощенные в телах. Мы сейчас говорим о человеке, о мужчине. Это тоже определенная часть этой могущественной природы. И человек, у него есть как бы выбор, к какой силе присоединиться природы. Созидательной, разрушительной или поддерживающей силе природы. То есть, стихи эти уже существуют. Остается только наш вот этот выбор, для которого требуется знание. Знание, да? Как же увидеть эти энергии и как присоединиться к ним. Вот. К сожалению, мы сегодня не находим как бы таких высоких организаций или духовных обществ, которые могли бы эффективно менять мир, но чтобы мы могли присоединиться, да? Туда очевидно было бы для нас, что это полезно для всего мира. Как когда-то люди присоединились к коммунистической партии, потому что видели реальную пользу, да, для всех людей, для всего народа. Вот все получают жилье, образование бесплатное, медицинскую помощь бесплатная, зарплату гарантированную, право на труд. Никто не страдает от безработицы. То есть, люди видели реальную, материальную пользу и присоединялись туда. Но где-то не распознали какие-то другие силы природы, которые вот не поддержали эту партию. И она недолго просуществовала и разрушилась, да? Силы разрушения взяли вверх. И вот нам нужно распознать более тонко эти силы природы и себя опознать, чтобы сделать выбор. Созидательный, разрушительный или поддерживающий существование. Например, чтобы поддерживать здоровье, тоже нужны определенные знания и образ жизни. Это нужно тоже изучить. Любой мужчина цивилизованный, он знает, как питаться, как спать, как работать, как отдыхать. Ради чего, собственно, жить, цель и смысл. То есть, все эти вещи он должен знать. Если мы хотим быть здоровыми, сильными, готовыми к какой-то деятельности, мы должны быть в хорошей форме, умственной, физической форме. То есть, для этого нужны знания о природе, которой мы пользуемся, чтобы избегать разрушительных энергий для себя, чтобы соприкасаться с поддерживающей силой и созидательной силой. Вот два фактора, они полезны. Если мы будем активно разрушать, не будет пользы. Активно созидать, будет польза. И поддерживать все самое лучшее научимся. Будет реально мир меняться к лучшему. И наша жизнь тоже. И для этого нужно сначала заняться именно своим разумом, своим телом, своим здоровьем, своим сознанием. Другая зависимость – это Адхипхута. Если первый момент был Адхидаева, это зависимость от природных стихий, то Адхипхута означает зависимость от других живых существ. То есть, есть разные живые существа, разных видов. Есть, конечно же, люди, которые окружают нас. Мы зависим от них, от близких людей, от друзей, от врагов зависим тоже. От общества в целом зависим человеческого. Чем заняты люди, какие тенденции в обществе, какая преступность, какая экономика. Это все делают люди, какая культура, какое образование. Это все от Адхипхута. Мы зависим от общества, в котором мы живем. Не только. Также мы зависим от деревьев, которые также важная часть нашей жизни. От животных, от птиц, от насекомых. Прямо или косвенно мы это понимаем с вами, что все взаимосвязно и зависимо. Здесь очень важно, чтобы обрести могущество и силу, не причинять насилия никакому виду жизни. Если мы хотим стать очень сильными и иметь поддерживающую сторону от Адхипхута, от живых существ, то не насилие, рекомендуется доброта, доброе расположение ко всему живому. Если природные стихии мы должны выбрать через питание, через деятельность, то здесь необходимо выбрать через общение. С кем поведешься, от того и наберешься. Если мы с негодяями общаемся, с людьми плохого качества, мы будем эти качества также развивать в себе. Несомненно, они повлияют на нас. Адхипхута называется. И третий момент, самый важный, это зависимость от Атма. Атма означает «я сам», Атма, «я». Атма означает «тело», зависимость от собственного тела, и Атма-ум, от ума. Вот разобраться со своим телом и умом. Как сделать сильным и могущественным свою деятельность в существовании речи и мысли. Где взять эту силу? И вся сила описана, она в чистоте. Поэтому мы уже говорили с вами об аскезе, которая очищает наш ум и тело. Это дает нам силу. Мы также говорили о нравственных качествах, а не насилии. Это тоже энергия силы, внутренняя энергия. И Атхиатма означает, что я сам обретаю влияние, избыток энергии. То есть влияние – это избыток энергии. Могущество означает, что энергии очень много. Мне столько не нужно. Поэтому я ее использую для служения. И вся сила, как бы она именно в служении. Развитие заключается в служении. В господстве мы теряем силу. Мы встречаем много препятствий, потому что господа друг с другом не сотрудничают. Господа друг с другом конкурируют. Они мешают друг другу в деятельности. Они вмешиваются в жизнь друг друга. Они не могут иметь крепкие дружеские отношения, которые поддерживают нашу жизнь и деятельность. Когда каждый является опорой для ближнего. Это Атхиатма. Каким образом сделать окружающий мир дружественным? И тогда я чувствую полномочия от этого мира. Любую вещь, которую делаю хорошую, встречает поддержку. Сегодня посмотрите, если вы что-то хорошее хотите сделать в обществе, вы столкнетесь с большими трудностями. Вы увидите, что далеко не сразу и недалеко не все люди вас поддерживают. Сразу появятся оппозиционеры. Это будет самое трудное, если вы будете делать хорошие, полезные, очень важные вещи для людей. Полезные вещи для людей, мы можем и не знать, что это такое. Люди думают, что полезное это есть мясо, допустим. Наслаждать свои чувства, иметь доступ к интернету, иметь денег много, иметь много секса, много вещей, хорошую машину. Но это является как бы препятствием для развития личного могущества. Личности, развития силы, чувств, силы разума, также физической силы. И так через аскезу мы обретаем силу и через чистоту. Чистота это и есть сила. Сила проникновения мыслей, речи, поступков. Вот в этом направлении, когда человек действует, называется йога. Адхи-атма, познай себя. В чистом виде какой-то есть. Минуя все эти оболочки, отождествления. Кто я? У меня много отождествлений, много оболочек, которые я имею. Если меня спросить, человека спросить, кто ты? Он скажет, ну разве вы не видите, я человек. Я вижу, что ты человек. Но кто ты, как человек? Он укажет на свой пол. Я, ну мужчина, хорошо. Но я тоже вижу, что ты мужчина, что ты человек. А кто ты? А, вы имеете в виду профессию? Ну я по профессии, скажем там, управляющий. Или менеджер, да. Ну хорошо, твоя профессия. А сам ты кто, носитель этой профессии? И мы видим, что человек заходит в тупик. Когда эти все отождествления мы отбрасываем, оставляем. Так кто же ты? Последний вопрос. Он не знает, кто он. В этом его слабость. Отсюда вот все, что бы он делал, он делает неуверенно, в страхе, с сомнениями. В Бхагавадите говорится, что когда человек сомневается в своей жизни, когда он неустойчив, нестабилен, действует без веры, без устремления, без твердого разума, он не будет счастлив ни в этой мире, ни в следующем мире. Никогда не достигнет счастья. Где-то внутри мы в страхе живем, эту жизнь в страхе. Мы в страхе работаем, потому что без работы я буду несчастлив. Мы в страхе женимся, потому что иначе у меня не будет в семье, я буду одинок. Это тоже страшная жизнь. За каждым нашим выбором есть как бы идея выживания. Заработать деньги, чтобы выжить. Пища нужна, чтобы выжить. Семья нужна, чтобы выжить. Друзья нужны, чтобы выжить. Деньги нужны, чтобы тоже выжить. Мы думаем, вот в этом наша сила. Но страх указывает, что в этом наша слабость. На самом деле, когда человек реализован достаточно, как личность, он свободен от всех страхов, потому что он непосредственно поддерживается внутренней энергией Бога. То есть сад вагуна, она поддерживает его сама по себе, без его усилий. Без его усилий. Так строится его жизнь и отношения. Все происходит само собой. Само собой. Как в сказке. Если человек свободен от этой кармы, если он свободен от жадности, желания, плодов, труда, если он чьит сердцем, если он служит Богу, то он, его жизнь поддерживается сама собой, без специальных на то усилий. Усилий он совершает в совсем другом направлении. Не для себя, а от себя. Ради блага всех других. Служение Богу. Таким образом, его жизнь поддерживается естественным образом. О чем думать он уже не должен. Не должен. Он думает на возвышенные темы. Шилапрупа дает пример такой жизни. Это искусство, конечно, жизни. Дает пример, что если вы устроены на работу официально, выходите на 8-часовый рабочий день, вам делают каждый день отметку, что вы вышли на работу, отмечают ваши служебные ведомости. И начисляется зарплата ежемесячно автоматически. То есть, вы думаете о работе, о том, как правильно выполнять свою работу. Вы можете не думать о зарплате. Она начисляется автоматически. Согласно, как бы, вашему расписанию, твердому расписанию. То есть, это уже работает система для поддержания вот этого человека, который устроился на работу. И вот эта система, созданная Богом, тоже существует. Если мы начинаем вот этот процесс преданного служения, который мы никогда раньше не делали, если мы начинаем бескорыстное преданное служение, это духовная жизнь уже, то мы присоединяемся к системе самообеспечения. Как это происходит, это нужно увидеть практически каждому человеку. В Бхагавадгите говорится, что для такого человека, который развил такое духовное сознание уже, для него не существует никаких обязанностей. Он может ни о чем больше не беспокоиться. Все, он достиг, как бы, совершенства, могущества. При этом он свободен от всех ложных отождествлений. Свободен полностью. Я есть душа, я духовное существо. Это и есть, как бы, вот те самые могущественные лидеры прошлого, которые описываются в ведической литературе. Самые сильные лидеры, они это были самореализованные личности, достигшие совершенства в йоге или в преданном служении божественном. Вот мы несколько слов о могуществе. Теперь давайте обсудим вместе, будут ли у нас вопросы какие-то. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич. Я слушал вас очень внимательно. Я уверен, у мужчин сейчас будут вопросы. Позвольте, я, может быть, на несколько таких слов скажу. То, что я услышал. Во-первых, то, что вы сказали, что каждый по природе лидер, и в первую очередь мужчина лидер, у него вся функция к этому обществу. И вот вы говорили про и таких источники силы, которые берутся из нашей природы, то, что они берутся из природы, берутся из отношений, берутся из взаимодействия с другими живыми существами. Вы сказали, что вся сила, она в аскезе и в чистоте. Это как раз то, о чем говорили ранее, тоже на марафоне. И это проявляется на уровне речи того, что мы говорим, на уровне мысли, о чем мы думаем, и на уровне наших поступков. И вы сказали, что сила, она в том понимании, кто я, то есть моей изначальной природы, кто я на самом деле. Если я не знаю, кто я на самом деле, то у меня нет силы, и мы фактически, вот мужчины здесь многие тоже делились, то мы выживаем просто в страхе, и все, что мы делаем, оно происходит в страхе. И в этом наша слабость, в этой привязанности. Еще то, что вы в конце сказали, о том, что когда мы начинаем преданное служение, бескорыстное служение, то мы присоединяемся к вот этой системе самообеспечения, и становимся свободным от ложных отождествлений. Спасибо вам огромное за то, что вот вы прям самую-самую суть нам сегодня подарили. Дорогие мужчины, есть ли у вас вопросы? Сейчас у нас Константин включит возможность включать микрофон. Поднимите, пожалуйста, руку, я передам вам слово. Давайте, Миша. Включайтесь. Да, слышно. Я хотел спросить, возможно, что я услышал, что когда мы понимаем себя как душ, когда мы посвящаемся к источнику, и мы можем уже думать о духовной теме и развиваться в духовном плане. Но как же управлять себя, осознать как душ? То есть это процесс, как мы не можем, получивши знания, сразу же понять, что луна и душа сразу действуют так. То есть это определенный процесс. Что это? То есть как постепенно понимать, где душа? Например, река – это русло. Это речное русло, но оно наполнено водой. И вот часто наша жизнь напоминает такую деятельность, что человек делает хорошее русло. Он готовит себе хорошее русло, надеясь, что как бы будет поток. Образуется какой-то поток. Но происходит такое, что русло есть, а потока воды нет. И вот твой вопрос. Как же подключиться? Где этот источник воды? Русло-то у меня уже есть. Я выбрал, скажем, профессию. Я уже закончил школу или институт. Я уже знаю, что я буду делать. Я русло себе готовлю для своей жизни. Карьерное русло или личное жизни. Но вот где это счастье, где этот поток, откуда этот энтузиазм будет, этот источник силы? В знании. И если человек хочет узнать этот секрет деятельности, освобождающий его, он должен обратиться к духовному учителю. Прочитая, пожалуйста, стих из Бхагавадгиты, 4 главы, 34 текст, я сейчас процитировал. 4, 34. Вот там есть комментарии также. И вся эта глава говорит о том, что вся деятельность человека должна стать жертвенной. Не для себя, да, а как бы жертвенной ради высшей цели, ради блага всего живого. Называется жертвенная деятельность. И вот искусство этой деятельности мы получаем от духовного наставника именно. Это чисто духовное знание. Как трансформировать свою обычную деятельность ради выгоды, да, в возвышенную, бескорыстную деятельность, возводящую меня на вершину сознания Божественного при помощи деятельности. Вот, поэтому давайте будем читать эти вот тексты, изучать их. И там практически есть руководство, как это делается. В этом стихе есть три фактора, три момента отмечаются. Тадвитхи, если ты хочешь узнать, Тадвитхи. Пранепат, пранепатина. Пранепатина означает почтение. Пранепатина. Парипрашнена. С вопросами, с сева и со служением обратись к духовному учителю. Вот эти три фактора. С почтением, с вопросами и со служением. Вот эти три фактора являются методом духовного образования. Метод духовного образования. Но по отношению только к тому, кто видит истину, кто видит истину, не обращайтесь к людям, которые не видят истину, не служите людям падшим, говорится, служите людям просветленным, которые способны дать нам духовное руководство, которые имеют опыт духовной жизни, сами практикуют это, сами встали на этот путь. Вот по отношению к такому человеку применимо пронепад, припрашно и севая. И тогда знание в сердце раскрывается. Это удивительный процесс. Хорошо? Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич. Антон? Антон, не логат, включайте микрофон. Прекришна, дорогой Гуру Махараш, принято мою поклоню. Большая благодарность вам за знание. Но у меня такой вопрос. Сейчас послушал вас, да, у меня есть потребность, да, вот, желание. Я слушаю давно вас, Таштанова, Садькил. Недавно начал слушать Дреса, да, я видел Владимира Дреса, когда интервью давали ему. Вот. И есть желание, и с этими знаниями, да, подскажите, пожалуйста, как понять, насколько ты готов, ты и эта твоя, вот, природа, да. То есть сам я по натуре, да, я понял, что я торгуюсь, да, в шапке, да, мне нравится вот так давать там. Вот. А как понять, что может быть, я думаю, да, вот, мне нравится, как вы проповедуете, я вот тоже хочу делиться этими знаниями. Ну, у меня есть сомнение, что у меня недостаточно еще квалификаций, да, то есть я не обладаю этими знаниями, да, полной силой, да, ну, хотя бы что-то уже есть. И, может быть, это движет мною зависть, да, вот это желание какой-то славы, облисти какие-то богатства, да, вместо того, чтобы, ну, вот, просто получать эти знания, да, как-то, и, ну, не знаю, как-то развиваться, и, ну, вот, в своей природе, в шапке, потому что, ну, вот, пробовать, это же больше к романам относится, да. Да. Но если я не подхожу к этой касте, может быть, мне не нужно туда лезть, да? Нет, нет. А вот мне хочется, да, вот, пациентам с кем-то поделиться, да, там, пациентам, да, они говорят... Самые лучшие проповедники не браманы. Браманы, они обладают большими знаниями глубокими, но самые лучшие проповедники кшатрии. Они в страсти, они более, как бы, эффектные в проповеди, вот, они более красивые, более привлекательные, то есть люди в страсти более привлекательные. Благости не просто аскетичные, они наполнены, как бы, аскезой, чистотой и знанием. Но именно для широкой проповеди хороши кшатрии, хорошие организаторы они. Вот, и в тебе есть искренность, хотя ты можешь чувствовать и примеси какие-то в себе. Но дурного нет, если ты искренен. И ты готов уже передавать знания, если ты стабилен в своей духовной практике. Если стабилен в своей духовной практике. Тогда ты уже готов нести миссию какую-то. Если твоя духовная практика нестабильна, то и твое служение тоже не будет стабильным, стабильно духовным. Оно будет колеблющимся, духовно, материально, духовно будет смешиваться, будет слишком много примесей. Это будет сеять тоже всякие сомнения у тебя в сердце, у слушателей, также будет много споров, противоречий, разногласий может быть. Поэтому стабилизируйте духовную практику, и ты сможешь людям нести знания всю жизнь. Как найти духовного учителя? Сначала мы должны узнать, кто такой духовный учитель из шастер. Какова его квалификация, кто это такой духовный учитель. И там мы сможем увидеть одну вещь, что духовный учитель это тот, у кого есть свой духовный учитель. Вот она проблема, смотрите. А кто же такой его духовный учитель? А тот, который имеет своего духовного учителя. То есть существует преемственность. Это очень важный фактор. Духовный учитель может быть истинным только в ученической преемственности. Он сам должен быть учеником, пожизненно. Роль духовного учителя научить нас быть учеником, слугой Бога. И сам он должен быть слугой Бога. И он не должен отклоняться от того, что говорит Бог в Бхагавадгите. Ничего не должен придумывать. Он роль почтальона исполняет. Он просто берет и передает нам перевод на 10 тысяч долларов. Ничего не убавляя, не добавляя туда. Просто почтальон. Вот это будет духовный учитель. Который не будет нас эксплуатировать. Который способен контролировать язык, желудок и гениталии, ум, речь и гнев. Шесть побуждений. Значит, эта книга, посмотрите, Упадишамрита называется. Или Нектар наставлений. Издана, называется Нектар наставлений. Книга Шилы Прабхупады. И там первый текст говорит о квалификации духовного учителя. Здравомыслящий человек уравновешенный. Тот, кто может контролировать шесть побуждений. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев способен принимать учеников повсюду в мире. То есть, который может обуздать свои низменные биологические тенденции. Такой человек становится духовным учителем. Вот такого человека нужно выбрать, слушая, о чем он говорит и наблюдая за его деятельностью. Если это соответствует описаниям шастр, мы можем принять такого человека духовным учителем. Спасибо огромное, Александр Геннадьевич. Мы написали книгу. Мужчины, кому интересно, обязательно найдите первый стих. Василий, надбережный вам слово. Константин, вы можете руку опустить. Сады Кришны, Равой Голубой Махараш, примите мои поклоны. Вопрос у меня как раз в продолжении предыдущего вопроса. Хотел узнать, как стать вашим учеником и заслужить... Я вас уважаю, вы действительно поменяли мое жюри. По вашим наставлениям стал читать 16 уроков, каждый день уже на протяжении больше года. Поступил в институт проголодитый на курсе, в котором у меня сейчас я нахожусь, соблюдая регулирующие принципы тоже. Вот сейчас я прям чувствую, что мне не хватает духовного учителя. И очень хотел бы здесь видеть вас на своем духовном учителе. Спасибо. Если ты уже всему следуешь, то ты уже имеешь квалификацию ученика. Если ты 16 кругов уже повторяешь ежедневно, 4 принципа ты соблюдаешь, литературу духовную изучаешь, сотрудничаешь с преданными, то ты уже имеешь квалификацию ученика. А остальное дело, как бы, ну, времени, техники. Не беспокойся, старшие тебе позаботятся. Благодарю. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, можете подсказать, сколько у вас времени есть, чтобы вы просмотрели вопросы? Я вот вижу вопросы. Давайте по вопросам, пойдем еще. Ага, пойдем. Добрый день. Александр Геннадьевич, добрый день. Меня зовут Долурия. Я благодарю вас за знание, которое вы даете. С 2009 года я слушаю ваши лекции. Многое изменилось в моей жизни. Вопрос мы следующий. Я чувствую неуверенность в прийти и общение с детьми. Дети – это моя слабость. Иногда я не могу контролировать свои эмоции с детьми. Как правильно поступить? Возможно, через сутку это нужно сделать. Благодарю. Эмоции – это имеешь в виду гнев или какие эмоции контролировать? Да. Иногда у меня происходит гнев. Я не могу поместить, я чувствую, что меня не слушают. Я себя не чувствую лидером в отношении с детьми. Маленькие дети. Какой возраст детей? Разный возраст. Вот сложные сложности с сыном в 8 лет или в 11. Еще есть у нас старшая дочь в 15 лет. Тоже вот сложности с пониманием. Больше нужно игры с детьми. Больше юмора и игры. Изучай детей через позитивный процесс. Должны действовать радостно. Общаться радостно. Не только через строгость нужно познавать ребенка, а через радость нужно больше познать ребенка. Поэтому вовлекай их в игру, в радость, в шутки, юмор. И через это изучай их природу. Как они раскрываются. И тебе будет понятнее, как дальше их воспитывать. Как дальше общаться с ними. Главное, чтобы ты начал изучать своих детей. Не просто командовать, да? Говорить, что ты от них хочешь и что не хочешь. А пытаться понять их больше и больше. Они растут. Они еще себя не знают. Ты должен больше знать о них, чем они о себе сами. Больше. И когда они почувствуют, что ты знаешь, понимаешь их, они, естественно, будут принимать твой авторитет сами по себе. Но представь, что ты встречаешь человека, который тебя знает, как облупленного вообще. Смотрит и знает все, все твои желания, мысли, твою природу. Естественно, ты начинаешь принимать такого человека, удивляться. Как удивительно, да? Этот человек меня понимает, меня знает. И вот дети должны иметь таких родителей, которые их понимают. Они надеются, что родители их поймут. Как любой младший, от старшего тоже ожидает понимания. Но если старшие не понимают, они замыкаются. Или у них чувство вины начинает укрепляться внутри. Начинаются проблемы. Отчужденность. Поэтому больше радости, больше юмора. Играй с ними и изучай их природу. Чтобы ты их понимал с разных сторон. И со стороны дисциплины, и со стороны игры, и со стороны их. Их привычек, скажем, или желаний. Должно знать все о них. Хорошо? Благодарю вас. Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Позвольте, я сейчас задам вопрос, который мужчины задавали после вот этих трех дней. После четырех дней. Мужчины делились о том, что в процессе жизни, даже практикуя, сталкиваясь с определенными обстоятельствами, теряется вкус в практике. Либо они начинают скатываться вниз, и через какое-то время не могут вернуться снова к практике. То есть, что необходимо сделать для того, чтобы снова вернуть этот вкус, встать на этот путь. И второй, как часть этого вопроса еще, насколько вообще мужчина может развиваться без духовной практики? Возможно ли это? Нет, невозможно. Без духовной практики невозможно развиваться. Можно только, ну, какие-то навыки развить, я думаю. Ну, как? Ну, как в спорте, допустим, можно какие-то навыки развить. Такой спортивный, да, тренинг. Но потом это уйдет, тело изменится, и снова потеряет это все человек. Поэтому он не сможет ничего развить в себе внутри. Ценности без духовной практики. Профессию наставит, на пенсию уйдет. Спорт тоже оставит, когда состарится, на славный человек. Науку оставит тоже со временем, потому что интерес к этому пропадет, уже сила разума изменится, и чувств. Он отстранится от всего материального в итоге человек. И вообще потом исчезнет из поля зрения этого. Ни с чем уйдет. Потому что без духовной практики он не приобретет ничего в этой мере. Все, что приобретет, все оставит. А все, что он духовно приобретет, он возьмет с собой в следующую жизнь. То есть, если вы заработали, скажем, в этой жизни 10% духовных, то есть не 100%, не успели 100%, но только 10%, да, то в следующей жизни вы начнете с 11% уже. А с материальной точки зрения, если вы 100% не закончили деятельность, то вы не получаете ничего. Если деятельность не закончена, то результат вообще не будет никакого. И да, если вы ее закончили на 100%, вы получили результат, вы потеряете его также эти 100%. То есть ничего в итоге мы не получаем. Это что касается духовной практики и материального существования. Что касается вкуса духовного, то, несомненно, трудно удержать ум в йоге, если пожизненно мы это делаем, да. Не просто какой-то один день или какое-то короткое время мы медитируем, а мы пожизненно, да, включаемся в этот процесс. Вот. Нужно хорошее духовное руководство человеку. И он должен иметь квалификацию ученика. Тогда он в этой жизни обязательно достигнет успеха. Обязательно. Но если он недостаточно, да, имеет эту вот защищенность духовную, он сам по себе человек слабый. Сам по себе он... Мы видим, как трудно дается сильно мужчинам там бросить курить, например. Я видел сильных мужчин, знаете, бандитов в свое время. Им очень трудно было бросить курить. Отчаянные люди, знаете, со смертью играли. А курить сложно бросить. Видите? Вот что такое человек сам по себе. Он очень слабый. Спасибо огромное, что постоянно возвращаетесь у нас к важности именно духовного руководства. Спасибо огромное. Мы рад вам словом. Мурат, простите, а можно вас попросить чуть ближе к микрофону? Немножко тихо слышно, да? Игром чуть-чуть. Это и есть наша духовная природа. Это любовный обмен. Совершенно верно. Если мы постигаем себя как душу, означает, что у нас появляются две способности. Две способности проявляются. Это способность любить и быть любимым. Так что для семьи это очень благотворно тоже. Спасибо. И второй вопрос. Я так понимаю, у нас все живое. И у каждого живого своя душа. И возможно, это душа раньше была человеком. А как вот ситуация такая, что возникает? Я убил, я убил, я раздавил, Мурат, я... Конечно, это может быть как-то... Это выглядит как может быть. Но я все время задумываюсь об этом. Когда вот вынужден, например, я на щеков моего бывают, которые назойливают. Или случайно наступаю на какое-то живое, на щеков маленькое. Как вот, как быть, что это вообще? Описниться, расскажите мне. Это тонкости сознания. Сознание. Например, есть активный курильщик и пассивный курильщик. Да, есть такие термины. Активный курильщик тот, кто сознательно курит. Пассивный, который не курящий, но вынужден дыхать этот дым сигарет. Называется пассивный курильщик. Интересно, что когда человек становится активным курильщиком, сознательным курильщиком, он совершает грех, насилие над своим телом. Это карма плохая. Когда он становится пассивным курильщиком, он не совершает никакого греха при этом. Хотя получает дозу отравления тоже. Но греха не совершает. Это тонкости сознания. Например, если вы убиваете комара, который сел и укусил вас, и в автоматически... Там нет. Это просто естественно реакция организма на агрессию какую-то, на укус, например. Но если вы, видя, как комары кусают вас, досаждают, становитесь врагом комаров, начинаете их уничтожать сознательно, вы совершаете серьезные проступки. Это плохо. Змею вы должны убить, если она поселилась в вашем доме, потому что это очень опасно, она вас может ужалить в любой момент. Это опасно. Она опасна для вашей семьи, она, скажем, может проявить такую агрессию и нанести вред. Поэтому рекомендовано змею убить. Но это не означает, что мы должны пойти в лес и истребить всех змей. Это уже грех. Это уже плохая карма. Это тонкостью уже сознания, которая описывается также в ведах, как мы должны жить в этом мире, как реагировать на эти беспокойства. Вы также пашите землю, вы должны это делать, возделывать землю. И там много живых существ, там черви, жуки, там убиваете у многих, да, несомненно. Но это не означает, что вы не должны обрабатывать, возделывать землю, выращивать пищу. И как же это очистить? Это же тоже бескорыстным, любовным, преданным служением. От кармы. Это называется деятельность А-карма или Нишкам-карма. Деятельность без последствий, без реакции. Реакции не приходят. Вы не получаете реакции за духовную, бескорыстную деятельность в служении Богу. Едите пищу, но пищу вы сначала предлагаете Богу опять же. И таким образом пища очищается от кармы. Вы уже едите чистую пищу. Хотя вы взяли живые существа, зерна какие-то, злаки или это овощи, это живые существа, вы приготовили и использовали их жизнь. Этих растений. Но она очищается, эта пища через жертву. Вот это как раз наука деятельности. Пища это жертва, брак это жертва, воспитание детей это жертва, деятельность профессиональная это жертва, и все ваше имя становится чистой, свободной от кармических последствий, она становится духовной. Спасибо, Александр Геннадьевич, а то я думаю, убийца я, убийца. Все, спасибо большое. Спасибо, вам рад за вопросы, вам, Александр Геннадьевич, за такой образ потрясающий, о том, насколько важен сознание и что грех получает оба, но в одном случае, точнее, вред получает оба, но в одном случае это грех, а в другом случае это грех, я думаю, мужчины, мы еще будем обсуждать этот вопрос с вами. Александр Геннадьевич, если два вопроса позволят вам приемли, у нас вопросов просто много, мы, наверное, все не успеем, поэтому, Никита, вы и Александр Тимофей, главный завершающий. Александр Геннадьевич, Харик Крешна, Светлана Александровна, Александр Тимофей, большое спасибо за ваше участие в нашей сегодняшней встрече. У меня к вам вопрос, как к директору Института прикладных духовных технологий. С 18 по 20 апреля в Таврическом дворце Петербургии будет проходить специально-российский духовный нервозреческий форум, я думаю, вам известно в этом событии, Виктор Рейхимов Буркиев, Савва Александровича, это событие направлено на формирование вот такого костяка преподавателей, именно духовной платформы, он называется духовный нервозреческий, уже федерального масштаба. То есть в обществе есть запрос на образование, есть запрос на поднятие, так скажем, уровня духовной образованности граждан. И в связи с этим у меня вопрос, к вам, как директору, заинтересован ли ЭТПДТ в участии в этой образовательной платформе именно для широких масс, потому что есть же какие-то у нас социальные проекты, я сам несколько из них проходил. То есть на рамках этого форума будет презентация новой образовательной программы, платформы именно, где будет представлено огромное количество преподавателей, и у нас есть возможность так скажем, пролоббировать наш интерес вот на самом старте. Вот будет ли это интересно, если да, то может быть какое-то ответственное лицо обозначить, если уже это обсужу более конкретно. Хорошо, спасибо за вопрос. Это интересно, то, что да, говорите. Вот, пожалуйста, свяжитесь с Маликом Алой. Спасибо большое, Александр. Алисин, дорогой, 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 Рома Хараж, и пожалуйста, меня пополни. Здравствуйте, все, дорогие мужчины. Спросите меня, пожалуйста, я вас волнуюсь очень. Александр Геннадьевич очень долго ждал встречи с вами, три года уже снуки вашей лекции. Спасибо вам огромное, что вы появились в моей жизни, и моя жизнь начала кардинально меняться, и начал посвящаться с осознанием Кришны. Спросите вас, сильно волнуюсь, я не дополню. Очень долгожданный есть момент общаться с вами. Хотел спросить, как быть, какое ситуация, когда с боясь и я, ну, сейчас, жена и дети не являются преданными, ну, то есть, кушают там мясо, скажем так, и как далее. Не хочу дальше улыбаться, ну, я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю, как быть, как развиваться в этой среде. Я понимаю, что нельзя свои интересы навязывать насильно, вот, ну, как бы, я вижу, как-то меняется все, изначально, когда я только начал кардиновать с вами лично, начало меняться все в моей идее, вижу, руководительную сторону меняется, но хотелось бы, конечно, чтобы все, может, более быстро менялось, ну, не знаю, подскажите, как будет, когда ты живешь с женой, не те, не знаю, мы живем 24 года уже вместе, и я вижу, как у нас начинаются очень часто разногласия на этом фоне, что я вижу это не чистоту, а она все этого не видит, и, может быть, я что-то неправильно всегда веду, подскажите, пожалуйста, ты просто видишь разницу, и тебя это, ну, как бы, сбивает с толку, да, ты чувствуешь эту разницу, ты говоришь об этой разнице, пытаешься дать понять, что есть разница, но на это требуется некое время, некоторое время от близкого человека, она тебя привыкла видеть, ну, другим, какой ты был до сознания Кришны, она уже 24 года, вы живете вместе, она тебя уже знает с этой точки зрения, а сейчас ты другой, и пока для нее это, ну, как, твое поверхностное увлечение, потому что, на самом деле, ты другой, она тебя знает другим, а это лишь вот какая-то новая мода, что-то, что-то новенькое, которое может пройти, от чего можно отказаться, потому что ты, на самом деле, другой человек, она тебя знает, вот она сейчас что думает, а если ты потерпишь немножко эту ситуацию и будешь практиковать терпеливо дальше, постепенно, она сможет почувствовать, что ты, на самом деле, становишься другим, это не просто поверхностное увлечение, мода, это часть твоей жизни, то есть, твое сердце там все больше и больше, и ты можешь с ней уже говорить, ну, уже с более такой, сердечной платформы, и как близкий человек, она начнет понимать тебя больше, вот эту твою духовную сторону, понимать, я ожидаю, если это близкий человек твой, на самом деле, должно произойти такое сближение, понимание, постепенно, если ты будешь терпелив, конечно, если ты не будешь слишком ее упрекать, слишком давить сейчас на нее не будешь, критиковать слишком ее не будешь, если ты потерпишь ради семьи, ради детей, будешь более терпеливым, но строгим в своих правилах для себя, к самому себе, к самому себе, к ним мягко можно относиться и терпеливо, и постепенно, ну, я думаю, сколько лет ты уже практикуешь? С 2020 года, три года уже было, вот, три года уже, да, уже могут быть перемены, я думаю, что она уже должна что-то понимать в твоей практике, в новой, да, при этом ты можешь достигать каких-то результатов, успехов, там, участвовать в каких-то известных программах, широких, она будет удивляться, что ты вот становишься известным, популярным человеком тоже, да, ну, вот, это тоже для нее будет таким серьезным фактором, принять серьезно твою практику. Но непредложенную пищу мы уже не имеем. О, прогресс, видишь, то есть ты же зря жалуешься на нее, она прогрессирует, она прогрессирует. Божество, она уже сама, выходит в магазин, говорит, вот, давай, вам купим цветы. Ну, а ты говоришь, она не предана, она уже преданная, она уже божеством цветы предлагает, все, она уже преданная, да, всегда, чтобы она чувствовала, что ты любишь ее, обязательно дай ей чувствовать это чувство, что она тебе дорога, вот это важный момент. Видишь, она меняется благодаря тебе, ты спасаешь семью, очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Спасибо всем большое за встречу, желаю всем успеха и, конечно же, могущества. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич, спасибо огромное, очень будем ждать встречи с вами в следующий раз. Спасибо большое. Так, здесь... Да, есть вопросы. Спасибо большое. Знаете, вот вопрос такой, как бы у ученика, ну, квалификация ученика, это любознательность, да, и задавать, вот, нужно вопросы гуру, ну, причем такие вопросы, нужно, как бы, духовные, насколько я понимаю. Вот, но я вот замечаю себе, что, ну, как бы, у меня есть любознательность, но вопросы не сдаются. То есть, мне нравится слушать векцию очень, нравится слушать, как вот кто-то другой задает вопросы. Вижу, как это, ну, раскрывается, как это дубина, вот у самого, как бы, вопросы не идут. Разницы нет. Можно что-то менять, или как? Разницы нет. Вопрос задают, чтобы выслушать ответ. раз ты уже слушаешь. Разницы нет. Ты уже в процессе шраванном, все, разницы нет. Если не будут вопросы, не нужно, да, себя насиливать, как-то вы думаете, что-то. Но ты же слышишь уже ответы, так? Да. Значит, какая разница? Разницы нет. Вопрос для того, чтобы шраванном слушание. Ну, слушание у тебя есть? Разницы нет. Мы читаем «Симадбхагаватам» или «Бхагавагита» что-то, вопросы-ответы. Кто-то может просить. Ну, ты слушаешь, какая разница? Слушайтесь. «Счастливая». Спасибо, начальник. Спасибо, Леонид. Кто-то спросит, такой вопрос. Чувства хотят наслаждаться ароматами, там, слух, хочется слышать там приятные вещи какие-то. Но то же самое время мы знаем о том, что вот душа, она в полных потому что ее как-то увлечет, ну, привлекает, привлекает что-то красивое. Как вот отделить, что привлекает чувства, что в душу? Что конкретно как бы привлекается душой, а что вот чувствует? Нужен опыт сознания Кришны. Кришна красивый. Поэтому есть что-то красивое в этом мире. Вот и все. Вот этот опыт нужен. Тогда через красоту ты будешь стремиться еще больше к Кришне. не останавливаться на этой красоте. Наоборот, идти дальше. Это сознание Кришны. А просто красота и приятные, это побочные продукты сознания Кришны. Не цель. Чем ближе ты к Кришне, тем больше ты видишь прекрасного. Но это побочный продукт. Хочу спросить у вас. Недавно общался с знакомым. Он довольно умный человек. Он закончил с красным дипломом МГУ. В общем, такой логик стиля. И он причем был погружен в христиан по какой-то времени. Он знает написание христианское. И мы с ним начали говорить о тонких телах, о духовной мире. И а он в последнее время как-то в науку очень ушел. Он такой научный склад человечества. И вот он говорит, у меня был опыт наркозом получил. Я перестал верить, что есть такие духовные люди. я уснул и у меня как будто бы не было. То есть он думает, что он мозг. То есть он думает, что он мозг и как здесь можно ему объяснить, что мы не мозг. Нет, на его уровне он именно мозг. нужно с ним говорить как раз с этой платформы. Нужно владеть логикой также. Для него сейчас самая важная способность мыслить. Я мыслю, следовательно, я существую. Вот так. Да, это их платформа, этих мыслителей. Если я прекращаю мыслить, я не существую. Значит, я там был по наркозам, без сознания, там не существовали. Там не работало мышление. Вот их опыт обычного. и тем не менее знает человек об этом или не знает, он существует. Например, человек лежит без сознания. Все остальные видят, что он существует. Потому что не знает об этом. Это его субъективная позиция. То, что он попал в эту кому он без сознательный, это его субъективная позиция. Для других очевидно, что он существовал. Просто в это время он не мыслил, не осознавал. Сознание отсутствует. Но если сознание вернется, он снова будет существовать. Значит, существование это сознание, а не существование это материя мертвая. Значит, есть материя и дух. Когда душа уходит из тела, остается не существование. То есть можно с ним металлогически, чем отличается душа, тело, мертвое, живое. И есть три состояния сознания. Это сон, бодрствование и глубокий сон. То, что он испытал, это был глубокий сон. Без мыслей. Состояние глубокого сна, в которое впадает человек, когда ему нужна реанимация, восстановление. Каждую ночь мы где-то какую-то часть сна погружаемся в глубокий сон, чтобы восстановить все функции тела. В этом состоянии ум не работает. Ум, разум не работает. Мы ничего не помним. Это восстановительный процесс. и за это три измерения сознания. четвертое это четвертое турья. Уже духовное сознание. Когда мы выходим за пределы бодрствия, сна и глубокого сна. Вот туда он не попал, поэтому нет веры. Он был в глубоком сне. говорит, как можно восстановить вкус духовной жизни, если человек за 10-15 лет в практике все скопился по механичности. Механическое повторение мантры, потом вообще мантры бросают. Тут то болезнь, то развод. Он просто в духовной практике отходит. В духовной практике он ездит на хоне, но без вкуса бросает. Он вернулся хочет и общаться перед ним. Он говорит, я не могу, потому что это может было, как от меня это все ушло. Я не знаю, как мне это остановиться, как сделать духовную тарту живую, как все вернуться, мантры со вкусом, вообще с преданными желанными, которые механичности скатилась, потом все завершили. Теперь непонятная милиция. Ему нужно стать преданным. Не просто практиковать что-то. Стать преданным. нияма аграха, когда привязывается к правилам предписаниям, забывая о цели. Или наоборот, хочет достичь цели без правил предписания. И вот он сначала берет, практикует, практикует и благодаря практике думает, что он преданный. А цели забывает. Может быть, он не изучает эту тему глубоко, не обсуждает Кришна к Атху, не приближается к Богу, не развивает свой интерес к Богу, не познает его качества, его деяния, вот эту сторону он упускает. А практика у него есть. Тогда его преданность не пробуждается, не развивается, остается там же. Практически там же остается. Небольшой прогресс несущественный совсем. Хоть миллионы жизней можно так повторять мантру и прогресс будет несущественным. И тогда он разочаровывается в практике, потому что результата же нет. И думает, я пойду другим путем, там, где уже был. Теперь я буду Абатхута, и отвергну все правила предписания и просто буду любить Бога. Что-то в этом духе. Это все одно слово неяма, аграха называет. Два препятствия. Поэтому ему нужно стать преданным. Нужно заинтересоваться Богом. Тогда практика будет полезной. А если ему интересен Бог, он становится не сложной. в городке, где я живу, в Москве, мы проводим публичную программу для Газблока. И там, в общем, кто новый приходит, им нравится. одна патоза в общем сказала очень здорово говорить, но я бы еще пришла, я буду приходить, я надеюсь, это не религия. Ну, такого вопроса не религия. И сказал, это не совсем религия, это духовная наука, ну и что мы потом обсудим это. Вот как правильно донести отличие все-таки религия от нашего движения, от сознания к вести, какой вот синтез религия духовная религия, духовная наука, как это правильно? Религия это вера в Бога и вера в Душу духовную это вера. Открылённый тип веры и определённый тип религии. Вера. А наука это вера плюс знания. Мы познаём Душу. Мы верим для того, чтобы познать Душу. Это уже наука. Два фактора. Вера и знание. Можем объяснить, что такое Душа? Вагваги тебе объяснил. Можешь? Как? Сначала логически это осанки даётся во второй главе, а потом уже практически духовная деятельность. Всё? Говоря об этом, что религия это тоже наука, она может просто не разъяснена, она уровня веры придаётся человеку. Но когда она обоснована логически и на платформе знания и опыта это уже наука. Опыт, который даёт результат. Да. Йога выше знания даже. Йога выше знания, выше гьяны. Йога означает, что ты непосредственно протягший вагаван тармям, непосредственно душу ощущаешь. Не просто услышал и веришь, а ощущаешь её. Это йога. Знания означают, что можем это аналитически вычислить. Санхи-йога. Тело растёт, меняется, а личность, я, то же самое. Вот это вагава кити даётся. И то, что пронизывает всё тело, невзрушимо. То есть, то, что-то пронизывает тело. Это нескольких факторов конечно объясняет логически. А затем мы должны это почувствовать, осознать. Это йога. Значит, есть вера, есть знание и есть йога. Три способа опознания. Начинаем на один вопрос с эфиром. Я впервые смотрю эфир с Александром Геннадьевичем хотел задать вопрос. Что есть духовная практика, что есть духовное развитие? Духовная практика это всё, что связано непосредственно с Богом. То есть, йога это теистическая как бы концепция йога. сегодня мы знаем ну йогу как не связанную с религиозностью или с Богом. Да, и там просто какие-то асаны делают люди, пранаяму, упражнения. Йога, совершенство йоги описывается так в древних писаниях. Когда вы достигаете порога смерти, средотачиваете ум на Всевышнем и уходите к Богу. Это совершенство йоги. Она теистична йога. Поэтому цель йоги осознать себя и сознать Бога и свои отношения. Вот она, вот она цель йоги. Вопрос в чём был? Что такое духовная практика? Это духовная практика, да. Всё, что связано с Богом непосредственно. Это уже считается духовная практика. А регулирующие принципы, которые помогают духовной практике, они сатвичные. Это принципы добродетели. Вы найдёте это в любых священных писаниях. Ограничение греховной деятельности или запрет на греховную деятельность и рекомендация на благотворную деятельность, благотворительность какая-то. Это сатвичные предпосылки, которые помогают нам осознать Бога. Потому что только через сатва гуну можно почувствовать, осознать Бога. У них страсти очень трудно, в ней что невозможно. Поэтому рекомендуется сатвичные принципы, через которые мы можем близко почувствовать эту духовную среду божественную. И духовная практика в нынешний век я скажу конкретно. Сейчас я в общих чертах сказал, конкретно в наш век Кали даётся самый сильный простой метод в силу вот этих обстоятельств очень беспокойных, несовершенных, безбожных. Даётся метод самый сильный и самый простой людям нашего века. Это повторение или скандирование или воспевание можно сказать имён Бога. Имя Бога духовно полностью. Бог духовен, имя Его тоже духовно полностью. Его форма духовная, Его деяния духовные, то есть Он есть изначально высший Дух. Имя обладает таким же могущественным, каким владает сам Бог. Это написано в Писании. Повторяя и медитируя на трансцендентный звук имён Бога, Вы совершаете самую лучшую и интенсивную духовную практику век Кали. Спасибо большое.